Радио Звезда Радио Звезда Радио Звезда Радио Звезда Порядка 155 тысяч – это польская армия, то есть войско польская, первая армия, которая принимала участие. То есть это вот чуть более двух миллионов человек. Берлинский гарнизон, который принимал участие, ну я говорю берлинский гарнизон, суммируя здесь и группу армии Висла, это Хейнриц, генерал-полковник, и группу армии Центр, это генерал-полковник Шернер. Это примерно 1 миллион солдат-офицеров, то есть общая численность войск не менее 3 миллионов солдат-офицеров. Это самая большая операция? Это самая большая операция не только за всю историю Второй мировой войны или Великой Отечественной войны, это вообще самая большая операция за всю мировую историю. Еще одна спорная оценка, Берлин можно было не штурмовать, утверждают некоторые ваши коллеги, а осадить его и взять измором, сберегли бы тогда тысячи жизней. Ваша точка зрения на сей счет. А какой смысл-то, что мы должны были дать противной стороне месяц, два, три, сколько мы должны были осаждать? Ведь у Гитлера был прямой расчет. На что? Почему все силы были брошены именно на противодействие советским войскам? Почему так тяжело брались Зиеловские высоты? Почему наши потери куда были большими, чем потери союзника? А потому что шли интенсивно переговоры со странами Западной Европы, то есть в том числе с участниками антигитлеровской коалиции, прежде всего британцами и американцами, в надежде на то, что они пойдут на заключение сепаратного мира с Гитлером, а потом вместе повернут штыки против Советского Союза. Хорошо известно, что такие переговоры велись и по линии СС, и по линии американского госдепа, и по линии американской разведки. Ну, знаменитый фильм «17 мгновений весны, что далеко ходить». Это абсолютно реальная картина тех событий, которые происходили в те мартовско-апрельские дни, когда нацистское руководство до последнего мечтало о том, что оно внесет вот этот вот раскол в лагерь единой антигитлеровской коалиции. Поэтому Берлин можно было только штурмовать. Дело в том, что вот еще в 60-е годы, когда наши полководцы стали активно писать мемуары, тогда возник спор между двумя маршалами. Это маршалом Чуйковым и маршалом Жуковым. На момент проведения берлинской операции, я напомню, Георгий Константин Жуков был командующим Первым Белорусским фронтом. Он поставлен был на этот фронт в ноябре 1944 года, именно для того, чтобы он проводил берлинскую наступательную операцию. В чем была суть, вернее, вот этих вот дискуссий? Чуйков-то утверждал, что Берлин можно было взять в феврале 1945 года. Жуков тогда ответил, по-моему, ему в письменной форме в военно-историческом журнале и сказал, что Василий Иванович шибко заблуждается. Берлин ни в коем случае нельзя было брать в феврале 1945 года, то есть проводить вот эту берлинскую операцию, потому что это было чревато серьезным поражением Красной Армии. На севере Польши, в Померане, была крупнейшая группировка войск противника, и, безусловно, без разгрома этой группировки проводить берлинскую операцию было нельзя. С нами историк Евгений Спицын. Мы говорим о взятии Берлина. Это 2 мая 1945 года. Еще одна легенда, а может быть и правда. Верховный устроил некое социалистическое соревнование между двумя маршалами, Коневым и Жуковым, кто быстрее возьмет Берлин. Маршалы рвались вперед, не считаясь с потерями. Так, не так? Там не было никакого, конечно, социалистов соревнований, это опять-таки поклеб. Там была ситуация другая, потому что Жукову предстояло с Кюстринского плацдарма штурмовать Зьеловские высоты. Это предместе Берлина, очень хорошо укрепленная система оборонительных укреплений, и была угроза, что войска 1-го Белорусского фронта просто застрянут на этой системе оборонительных рубежей. Поэтому была поставлена задача, что если возникнут трудности с преодолением вот этих Зьеловских высот, и там действительно 1-й Белорусский фронт, что называется, затормозит, то Конев подстрахует войска 1-го Белорусского фронта и ударит с юга. Там еще другая задача ставилась. Надо было отрезать группировку германских войск, действующих южнее, то есть в Центральной Европе, от того, чтобы они прорвались на помощь берлинскому гарнизону. Давайте разберемся. Историк Евгений Спицын в нашем эфире. Мы говорим о взятии Берлина. Евгений Юрьевич, вы дважды упомянули Зьеловские высоты. Это особая тема. Это тема, которая по сей день вызывает много и споров, и недоумений. Мощный, укрепленный район, преграждавший путь к столице Германии. Столицу Германии стремились взять и наши англо-американские союзники, и такая возможность у них была. Но Эйзенхауэр отказался подчиниться, ну, не то чтобы приказу, настоятельному желанию Черчилля. Сказал, пусть Берлин берут русские, я туда не пойду. Был такой? Ну да, действительно, там некоторые историки и мемориалисты говорят, действительно была такая, в общем, перепалка даже. Но тут надо учитывать то обстоятельство, что, во-первых, конечно, англо-американские войска стояли от Берлина куда дальше, чем советские войска. Это первое. Второе. Берлин – это был огромный город, где находился гарнизон численности миллион человек. То есть это была не прогулка, извините, по летнему саду. И американцы прекрасно, и англичане прекрасно знали, что взятие Берлина обойдется большой кровью. Поэтому действительно главнокомандующий союзными войсками в Европе генерал Эйзенхауэр, он предоставил право взятия Берлина советским войскам. Хотя существовала опасность, что якобы союзные войска попытаются, ну, взять Берлин, да, раньше советских войск. Но я думаю, что это была чисто такая политическая игра, не более того. И Сталин это, кстати, прекрасно понимал. Там весь вопрос заключался в том, что Сталин получал же такую объективную и довольно разностороннюю информацию из наших разведорганов. И они его информировали о том, что идут активные переговоры союзников. Вот чего Сталин опасался. Он хорошо знал, кто такие англосаксы, и как они могут в самый решающий манер подложить, что называется, свинью. Для Черчилля и всех остальных советизация Европы, это, в общем-то, был страшный сон. И хорошо известно, что те части вермахта, которые попал в плен вот на союзнические территории, они, в общем-то, в этих лагерях не только там отбывали, ну, условно говоря, наказание, но там активно шла работа по вербовке, подготовке и так далее, и так далее. Давайте вернемся к событиям как таковым, то бишь, к городским боям, которые, ну, кульминация сражения. Они были крайне ожесточенные, немцы сражались фанатично. Некоторые историки утверждают, что не надо было вводить в город такую огромную массу танков, тем более со слабой поддержкой пехоты. Их пожгли из фаоспатронов просто вот эти вот мальчишки и старики фолькштурма. Ваше мнение? Да нет, ну, слушайте, я вот вообще удивляюсь нашим историкам, которые сидят там на диване и размышляют, надо ли было вводить такое количество танков. Ну, уж маршал Жуков, там, маршал бронетанковых войск Рыбалка и прочие другие, они уж куда больше, наверное, разбирались в военной науке, чем нынешние военные историки. Если было принято решение штурмовать Берлин с участием четырех танковых армий и нескольких танковых корпусов, значит, это было непросто так. С нами историк Евгений Спицын. Одним из главных символов битвы за Берлин, может быть, и всей Великой Отечественной, стал штурм Рейхстага. 30 апреля 1945 года младший сержант Мелетон Кантария и сержант Михаил Егоров водрузили над Рейхстагом Красное Знамя. На связи дочь героя Советского Союза Михаила Алексеевича Егорова, заведующая музея его имени Ирина Дорошкина. Ирина Михайловна, здравствуйте. Здравствуйте. Отец рассказывал вам о взятии Рейхстага? Если да, то что? Вообще он не очень любил рассказывать о тех событиях. Ну, то, что знаю, всегда говорю, что знание к стенам Рейхстага нес весь советский народ, а мы с Мелетоном только его водрузили. Это вот его слова. Правда ли, что о том дне 30 апреля 1945 года Михаилу Егорову напоминали потом не только историки и журналисты, но и, как бы это выразиться, здоровье? Да, ну вот я могу сказать, что был военный корреспондент Лазарь Мограчев, который лично наблюдал, как бойцы штурмового батальона капитана Неустроева и автоматчики поддерживали своим огнем тех, кто карабкался вверх на 70-метровую высоту к горящему куполу. И вот он описывает так свои воспоминания. Значит, когда Егоров и Контария спустились вниз, он подбежал к ним и увидел, что бойцы были черны от копоти. Из носа, ушей и уголков рта у них сочилась кровь, а ладони их представляли собой спекшееся кровавое месиво. Вот такими солдатскими руками было водружено Знамя Победы. И от этих шрамов на всю жизнь ни отец, ни Мелетон Контария не избавлялись, когда предлагали им сделать операцию. Пальцы у них не разгибались, но это на всю жизнь осталось им как напоминание о водружении знамени. Как сложилась жизнь Михаила Алексеевича Егорова после войны? О нем часто вспоминали? Ну, в 47-м году он демобилизовался, два года он еще дослуживал, вернулся на свою родину. Предлагали ему, конечно, остаться в Москве, должности предлагали, но он сказал нет. Он был обычным крестьянином из крестьянской семьи, поэтому вернулся в свой район для того, чтобы его поднимать. Работал он председателем колхоза, потом работал начальником за год скота. В 54-м году он закончил Смоленскую партшколу и был направлен на работу к нам в город Рудня на молочно-консервный комбинат. И всю жизнь он проработал на этом комбинате. А кем работал? Он был станочником в жесяно-баночном цехе, он был начальником железнодорожной ветки, которая вела к комбинату. Был снабженцем. То есть никаких выдающихся номенклатурных должностей он не занимал? Нет, нет, нет. Он отказался сразу, он был простым человеком, так же, как и вся семья держала хозяйство подсобное свое. Никогда не кичился тем, что он герой. Никогда. Он был обычным простым человеком. Спасибо, Ирина Михайловна. С наступающим вас праздником. Спасибо и вас праздником. С нами была дочь героя Советского Союза Михаила Егорова, того самого человека, который водружал знамя над Рейхстагом, и заведующая музея его имени Ирина Михайловна Дорожкина. А мы возвращаемся к беседе с историком Евгением Спицыным. Штурм Рейхстага – это символ победы. Даже это считают ошибочным, потому что Рейхстаг как учреждение в Берлине не функционировал. А истинный символ победы – это, наверное, все-таки взятие здания Рейхсканцелярии, где был Гитлер-бункер и вся верхушка Третьего Рейха. Почему Рейхстаг вытеснил Рейхсканцелярию и восприятие народа стал главным? Дело в том, что надо помнить события 1934 года. Помните знаменитый поджог Рейхстага, суд над Георгием Димитровым и так далее. То есть это была такая вот еще и политическая акция. И потом надо понимать, что местоположение самого Рейхстага в Берлине, то есть это площадь огромная перед ним, и это символ некий вот такого как бы Берлина, как города, условно говоря, как вот у нас Кремль, понимаете? Поэтому было принято решение брать Рейхстаг. Были задействованы части двух дивизий, ну, самое известное, это группа вот капитана Неустроева, в составе которой были наши два знаменитых бойца-разведчика, это Контария и Егоров. И они водрузили вот это знамя Победы. Ну, понятно, что оно было одним из многих. Там было порядка там 10, где-то 12 групп, которые в разных местах Рейхстага водрузили вот эти вот красные знамена. Но официально было признано, что вот именно это знамя 150-й стрелковой и Идритской дивизии стало символом Победы. Я тоже не считаю, знаете, что надо вот на этом, условно говоря, там пиариться. Сколько было случаев, извините, на войне, когда люди за свои подвиги не получали не то, что орденов и медалей, а даже благодарности. Но люди-то воевали не за ордена и медали, слушайте. Люди-то воевали за Отечество, за людей, за любимых, близких, родных, за мать, за отца, за жен, за детей. Вот за что они воевали. За то, чтобы остаться людьми. С нами историк Евгений Спицын. Давайте уже, наверное, будем заканчивать, Евгений Юрьевич. Последнее. Геббельс тиражировал легенды о зверствах Красной Армии. Постарался так, что они дожили до наших дней, и многие этому верят. Как в действительности обходились с пленными и мирным населением наши солдаты и наши командования? Я вам просто один факт приведу, чтобы вы поняли. Когда мы в октябре 1944 года вышли на государственную границу СССР, это вот в районе Румынии, то в Москве специально по поручению Сталина было создано большое совещание командующих фронтами, начальников политуправления фронтов, где была жестко дана установка пресекать малейшие случаи мародерства, насилия, грабежей и так далее. Никакого массового мародерства, насилия со стороны советских солдат не было. Наоборот, солдаты очень часто делились последним куском хлеба с голодными немецкими женщинами, детьми. Вот этот знаменитый трептопарк и памятник, это и есть символ советского солдата, который на своих руках держал вот эту изнеможденную, спасенную немецкую девочку, которая попала вот в этот ад, кромешный ад берлинской операции. Спасибо, Евгений Юрьевич, с нами был историк Евгений Спицын. 2 мая 1945 года берлинский гарнизон капитулировал. Что было потом? Потом наши солдаты кормили оголодавших жителей из полевых кухонь, разворачивали лазареты, расчищали завалы. По приказу коменданта города генерала Берзарина всем немецким детям бесплатно выдавали молоко. Но эта история заслуживает уже отдельного разговора. Итак, это была программа «Давайте разберемся». Сейчас новости, далее вечерние истории на радио «Звезда». Давайте разберемся на радио «Звезда». Продолжение следует... Продолжение следует...